Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Я описываю все томаты из своего каталога по номерам. Вот сейчас я продолжу. В каждом видеоролике 8 или 10 сортов я рассказываю о них. И в прошлый раз мы остановились... Нет, нет, нет. На номере до 46 дошли. Номер 46. Воловьи уши. Среднеспелый сорт, урожайные, вкусные плоды, вытянутые формы, красные, весом 150-200 грамм, сладкие и лёжкие. Хороши как для салатов, так и для зимних заготовок. Растение индетерминатное, высотой 1,5 метра в зависимости от условий выращивания. Урожай с одного куста достигает до 80 килограммов. Сорт выращивается в открытом грунте и в теплицах. На 1 квадратный метр размещают 2-3 растения. Вот кому нужны не очень крупные томаты в теплицу. Вот это идеальный урожай. Он индетерминатный. Он будет у вас до самой-самой крыши теплицы вырастать. И кисти, кисти, кисти будут идти по всей длине вот этого. Очень красивый, такой декоративный плоды, красивые, вытянутые формы. Но тут я даже ничего говорить не буду. Конечно, нужно его при выращивании в теплице и лишние пасынки убирать, и подвязывать нужно, потому что он очень длинный, красивый, в засолке очень прекрасно смотрится. Номер 47, Гигантелла, крупноплодный сорт для открытого грунта и теплиц. Плоды округлые и розовые, весом 300-500 грамм, сладкие и вкусные. Используются для салатов и для зимних заготовок. Растение индетерминатное, высота 1,20-1,50 м в зависимости от условий выращивания. Урожай седного куста достигает до 8 кг. На 1 метр квадратный размещается 2-3 растения. Вот это все пошли у нас крупноплодные томаты, которые можно выращивать в теплице, но можно выращивать и в открытом грунте. У меня в этом году Гигантелла в открытом грунте есть, я вам покажу. В позапрошлом году была в теплице, и там, и там она вырастает. Конечно, в теплице нужно за ней следить. Растение огромное, разрастается до самого потолка. Но тут, как обычно, и посынковать, и подвязывать все нужно. Полностью весь спектр ухода понадобится. Но урожайное и красивое, такой огромный, хороший розовый плод будет. Номер 48. Чудо-сада. Крупноплодный сорт, урожайный, вкусный. Плоды округлые и красные, весом до 800 г, сладкие и легкие. Хороши как для салатов, так и для зимних заготовок. Растение индетерминатное, высотой 1,5 м в зависимости от условий выращивания. Урожай с одного куста достигает до 8 кг. Сорт выращивается в открытом грунте и в теплицах на 1 квадратный метр размещается 2-3 растения. Вот это все идут, вот эта группа растений, она однотипная, с крупным, с таким плодом. Индетерминатное, высокий куст, который нужно и посынковать, и подвязывать. У них отличается только форма плода. Вот гигантелла была розовая у нас, а чудо-сада красная. Классический такой красный цвет, крупный. Если кто хочет посмотреть, в прошлом году у меня был видеообзор чудо-сада. Он чудо-сада, инна. Вот они все очень-очень крупные такие, круглые томаты. Именно вот в таком, в классическом варианте. Номер 49, Буденовка. Популярный в Сибири сорт, в селекции сибирского научно-исследовательского, ну короче, ясно. Один из самых крупноплодных сортов, от 300 до 800 грамм. Масса плода при благоприятных условиях бывает, что достигает килограмм и полтора килограмма. Сорт среднепоздний, куст высотой 60-70 сантиметров, требует формирования, особенно в теплицах. Плоды сердцевидной формы в зрелом виде малинового цвета используются в свежем виде для приготовления различных томатопродуктов. Вот это сорт крупноплодный. То же самое, можно вырастить в теплице, но вырастает и созревает и в открытом грунте. Потому что все вот эти сибирские сорта, которые выводятся специально для Сибири, они изначально выводятся с таким условием, чтобы человеку, не имеющему теплицу, можно было вырастить томат крупный и чтобы он созрел в открытом грунте. У меня в этом году есть Буденовка. Я вам потом, если дойдет до нее очередь, покажу, сделаю подробный видеообзор. Но тут все то же самое, видите, написано, требует формирования. Это ясно, что нужно посынковать, нужно подвязывать очень крупные плоды. Нужно за ним, за любым крупным томатом нужен уход, нужно ухаживать и в теплицу, и в открытый грунт. Хоть там, хоть там, нужно все это следить. Так, номер 50, рубиновый кубок. Новый достойный среднеранний сорт сибирской селекции для открытого грунта и пленочных теплиц. Куст высотой 90-100 см, детерминатного типа. Плоды достаточно крупные, масса 180-300 грамм, очень красивые, малосеменные, плотные, тяжелые, красного цвета. Форма плодов вытянутая, бочанковидная, слегка ребристая. Высокие вкусовые и засолочные качества томатов заслуживают самой высокой оценки. К достоинству сорта относятся и высокая урожайность, до 5 килограммов с одного растения. Про рубиновый кубок, что хочу сказать. Он никогда не вырастает сильно крупный. Вы видите, какой у него, как разброс небольшой, 180-300 грамм. Мелкие тоже редко бывают. Они вот такие, с чем сравнить, если кто-то знает сорт Кенигсберг, они примерно вот такие. Вот вытянутые, как будто крупные, перцевидные такие. Очень хороший сорт. И что мне в нем нравится? У меня он нынче есть, я вам летом покажу. Что мне нравится? Что он невысокий. Вот метр, ну метр 10, метр 20, самое большое. Его можно без прищипки выращивать. Он детерминатного типа, он сам завершкуется. Единственное, что если вам нужны покрупнее плоды, но чтобы не мельчали верхние, конечно, нужно отщипывать. Мы вот в августе все цветы, все маленькие завязи убираем, потому что они все равно не успевают вызревать. А те вот, которые первые, 5, от силы 6 кистей, они, конечно, вызреют. Они будут крупные, хорошие, очень красивый сорт. И что самое главное, он не капризный. Он вам даст урожай в любую погоду. Ну, чем и отличаются все наши сибирские сорта, я вот предпочитаю больше всего высаживать сибирские, потому что у нас в сибирский регион погода капризная. И вот эти вот сорта, вот что рубиновый кубок, что там вот этот тяжеловес сибири, потом любимый праздник, они дадут все равно нам какой-то урожай в любую погоду. Номер 51. Гордость сибири. Томат гордость сибири заслуживает самой высокой оценки. Это ранее детерминатный сорт высотой 1,5 метра, станет украшением гордости вашей теплицы. Красивые плоскоокруглые ярко-красного цвета плоды весом до 900 грамм порадуют вас отличным гармоничным вкусом. Урожайность отменная, сорт неприхотлив, но очень отзывчив на своевременные подкормки. При высадке в грунт размешают 4-5 растений. У меня вот в открытом грунте гордость сибири уже поспела, там несколько плодов. Но здесь вот написано, что будет гордостью вашей теплицы. Я в теплицу ни разу не высаживала, но производитель пишет, что для теплицы она хорошо подходит. Ясно, что в теплице я уже давно бы ела плоды гордость сибири, но так как теплица не резиновая, все сорта туда не вместишь. Я, конечно, меняю, каждый год высаживаю, стараюсь туда новые, но я могу сказать только вам про открытый грунт. В открытом грунте тоже вызревает. Правда, 900 грамм у меня никогда не бывало, но тут всегда пишут самый наивысший вес, какой может быть, весом до 900 грамм. Они хорошие такие середнячки, 300, 400, могут быть даже 500 грамм. Тоже такие красные, классические, плоскоокруглые помидоры, обыкновенные, вкусные, мясистые. Очень хороший представитель крупных помидоров. Самое главное достоинство, я считаю, это то, что может вызреть в холодном регионе, даже в открытом грунте. Но в теплице выращивать тоже можно. Номер 2. Тяжеловес Сибири новинка. Позднеспелый крупноплодный сорт для открытого грунта. Достоинством сорта является крупноплодность в сочетании с низким типом куста, высота 40-60 см, плоды густо-розового цвета, уплощенные сердцевидной формой, массой до 500 грамм. Томаты вкусные, великолепно подходят для салата зимних заготовок. Возможно выращивание сорта без посынкования, но для получения более крупных плодов требуется частичное посынкование. При высадке в грунт на 1 метр размещают 5 растений и отлично подходят для салатов и засулки. Но это вот очередной сибирский сорт, который очень неприхотливый. Я его выращиваю всегда на улице. В теплицу я его не сажу, чтобы места не занимать, потому что он на улице прекрасно вызревает. В этом году он у меня есть, я вам его покажу. Но вот про то, что можно без посынкования. Я, конечно, делаю легкое посынкование. Вот тут написано, возможно выращивание без посынкования. Делаю легкое посынкование. Нижние, конечно, убираю лишние посынки. Потому что, вот тут написано, что для получения более крупных плодов, если дать ему возможность все посынки, чтобы он зацвел, опылились и завязались, будет очень-очень много, но маленьких, маленьких тяжеловесиков в Сибири. Их нельзя будет назвать тяжеловесом. Все-таки посынки лишние я убираю. И тогда получается хороший крупный плод. Он похож на пудовик, похож на ботяню. Только низкий. Это же тоже является достоинством, что у него высота 60, полметра. Он такой низкий и хорошая, большая масса плода. 53 Кенигсберг. Среднеспелый сорт сибирских селекционеров, любителей, индетерминатный урожайный сорт. Предназначен для выращивания в открытом грунте. Можно выращивать и в теплице. Высота куста до 1,80 м. Овально удлиненные плоды. Вес каждого до 300 грамм. Все они ровные, плотные, малосеменные. Имеют насыщенный сладкий вкус. Идеально подходят как для салатов, так и для целеноплодного консервирования. В процессе вегетации сорт Кенигсберг нуждается в поливых комплексно-минеральных удобрениях. Имеет хорошую завязываемость плодов в любое лето. Рекомендуется выращивать в 1-2 ствола. В зависимости от условий выращивания плодородия почвы, урожай может достигать до 2-3 ведер с одного растения. Сорт прошел акклиматизацию в западно-сибирском регионе. Ну вот это описание производителя. От себя хочу сказать, что Кенигсберг, не знаю, как у всех, у других, у нас вот в сибирском регионе, именно у нас в Алтайском крае, это очень популярный сорт. Все торговцы на базаре, все торгуют Кенигсбергом. Потому что он выглядит красиво, вот именно вот этот товарный выход плодов, он не бывает уродливым, а они все вот такие вытянутые. И вот он рубиновый кубок напоминает, он перцевидный гигант напоминает. Они все вот такие, как типа перцевидные вытянутые, крупные. Очень красивый, да, действительно очень урожайный. Я не знаю, конечно, вот здесь написано 2-3 ведра с одного растения. Я, ну как, такими, я это ничего не могу сказать. Я вот иду, если со всех собираю, я не знаю там с каждого сколько, но я вижу просто на кусте, когда вот он висит, он весь увешан вот этими плодами. Если честно, никогда не взвешиваю, поскольку килограмм я собираю. Я могу только сказать, что Кенигсберг действительно очень урожайный сорт, хороший. И он, выход у него, как, выход плодов хороший. У него мало, вот я еще раз напомню, не бывает уродливых, не бывает каких-то вот, как, бывает у других какие-то сросшиеся, такие вот корявые всякие. Они все как на подбор. Ну тут все уже сказано. В один-два столовала формировать, конечно, подвязывать, конечно, посынковать, все это делать. Сейчас последние 54 золотые купола прочитаю, на этом остановимся на сегодня. Среднеспелый, среднерослый сорт сибирской селекции, высота куста 90-105 см, плоды красивой округлосердцевидной формы, оранжево-желтые окраски, мясистые и вкусные, массой 400-800 граммов. Великолепно в салатах, зимних заготовках, хорошо дозревают, выращивают в 1-2 стебля в открытом грунте и пленочных теплицах. Томат отзывчив к генеральным подкормкам, достоинства сорта крупноплодность, высокие вкусовые качества, универсальность использования. Ну золотые купола тоже известны очень многим. Мало того, что он такой вот сибирский сорт, он еще и желтый. Это значит, что он и выносливый, и вкусный. Но я всегда говорила, что вот оранжевые, желтые томаты этой окраски, они намного вкуснее других, потому что в красных, если встречается кислинка во вкусе, то обычно оранжевые и желтые, они никогда не бывают кислые. Вот тут написано округлой сердцевидной формы. Вот у меня в прошлом году они получились больше округлой. Даже сердцевидная была, ну как, не очень выраженная форма, просто были круглые, желтые и с оранжевым посредине. Они могут быть и такой формы, потому что, поэтому если у вас вырастет, например, купите золотые купола, а вырастет не сердцевидная, а круглая, это тоже золотые купола. Почему-то они, форма бывает и такая, и такая. Очень вкусные, очень красивые, крупные. И все, как и у всех крупноплодных, конечно, и посынковать, и подвязывать. Можно вырастить в открытом грунте, можно вырастить в теплице. Но я в теплицах не выращиваю, потому что этот сибирский сорт, он всегда дозревает и в открытом грунте. Если что-то не помешает, например, не выбьет град или не поломает ураган, все эти наши томаты, кусты, то он прекрасно вызревает. У меня всегда на улице. В этом году он у меня есть, я вам его покажу. Все, на этом я закончу, чтобы видеоролики не были сильно длинные и чтобы за один присест можно было посмотреть весь видеоролик. Я по 8, по 10 сортов описываю. Надеюсь, до 124 сорта скоро дойдем. Это закончатся на этом. Прошлогодние сорта. Потом начну те, которые добавила сегодня. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это подробное-подробное описание всех сортов томатов из моего каталога, чтобы вы могли посмотреть и послушать, как выращивать те или иные сорта.